Кадакан представляет Токуно Казухико Серебряный медалист чемпионата мира в Бирмингеме, 1999 год Япон Суэнаги Я провожу Япон Суэнаги, сосредоточившись на оси своего тела Многие предпочитают поднимать соперника, используя захват ближе к локтю Я же делаю подъем соперника, держа руку сверху плеча Мой япон Суэнаги более или менее схож с Суэнаги в Наги Ноката Я стою прямо перед соперником и слегка сгибаю колени Я также вставляю свое плечо под подмышку соперника и слегка тяну вниз его руку Вместо того, чтобы тянуть его руку вниз наискосок, тяните ее точно вниз, так чтобы соперник встал на пальцы ног Это моя основная последовательность действий Далее, вместо того, чтобы поднимать соперника, я немного наклоняюсь вперед Глубоко вставляем плечо, притягиваем соперника как можно плотнее к себе и начинаем слегка наклоняться вперед Достигая точки, когда удерживать тело в стабильном положении становится невозможно, я наклоняю свою голову вперед Первое действие, которое мы выполняем, схватить предплечье соперника ниже его локтя Ставить свое плечо как можно глубже и жестко прижать к себе руку соперника Я начинаю приподнимать соперника, крепко удерживая его руку Слегка приподнимая, вы сможете чувствовать тело соперника Чувствуя тело, вы всегда будете понимать, как контролировать его Затем немного наклоняюсь вперед Когда вы поняли, что пора, вам останется лишь завершить действие броском Вы можете начать тренироваться, следуя этой последовательности Для моей осанки я всегда стараюсь не расправлять свои плечи и не выгибать спину дугой Если я выгну спину, соперник сумеет уйти в сторону Поэтому я стараюсь прижать соперника как можно ближе к себе И вот как я завершаю последовательность, проводя бросок в иппонцуэнаге Обычный порядок проведения техники выглядит так Кудзуши, выведение из равновесия Цукури, подготовка к выполнению приема Каки, выполнение приема Но в случае моего иппонцуэнаге Первым делом я провожу цукури Затем следуют кудзуши И завершаю все каки Я не отрываю своих пяток от татами И немного сгибаю ноги в коленях Слежу за прямой стойкой В прямой стойке я провожу кудзуши, чтобы бросить партнера Слежу за прямой стойкой Япон Сойенаге. Второй вариант. Эту технику я часто применял в своей соревновательной карьере. Я был небольшого роста, и мои соперники старались схватить меня сверху за воротник. В таких условиях мне было нелегко применить технику, и я не мог начать необходимую последовательность для Япон Сойенаги. Поэтому я старался использовать захват как рычаг. Вместо того, чтобы ослаблять его хват, я использовал его как преимущество и поворачивал свое тело под рукой соперника, чтобы начать проводить Япон Сойенаги. Эта последовательность в Япон Сойенаги несколько схожа с последовательностью в Учи Макикоме. Я применял Япон Сойенаги, кладя свою руку на бедро соперника, пока это не стало запрещено по нынешним правилам Международной Федерации Дзюдо. Идея заключается в том, чтобы не выводить соперника слишком сильно из равновесия. Стараясь зафиксировать ось своего тела, ставлю ногу в точку, из которой мне будет легко начинать прием, и тут же поворачиваю свое туловище. Я кладу руку на ногу соперника, чтобы не дать ей вырваться. На самом деле я старался проводить Япон Сойенаги, переключаясь с Коучи Макикоме, и начал использовать эту технику, комбинируя одну с другой. Коучи Макикоме Для обычного Коуча Макикоме вы должны как бы прижать партнера. Но мое Коучи Макикоме предполагает выведение соперника из равновесия, используя все свое тело. После глубокого шага я вывожу соперника из равновесия, используя локоть, голову и ногу. Я делаю шаг внутрь соперника, как если бы сгибал его тело, и толкаю вперед. Я толкаю вперед, используя мой локоть, голову, ногу, и затем уже наваливаюсь своим телом. В дополнение к этому движению, я также старался прижать его ногу и в прошлом держал ее, чтобы повалить соперника вниз. Субтитры сделал DimaTorzok Из Коучи Макикоме в Япон Суэнаги Проведение Япон Суэнаги из Коучи Макикоме мы начинаем так. Нога соперника создает помеху для Япон Суэнаги, поэтому я начинаю с Коучи Макикоме и как только соперник отступает, применяю Япон Суэнаги, чтобы бросить его. Здесь нет каких-либо особых советов. Все, что я делаю, это комбинирую Коучи Макикоме и Япон Суэнаги. Начинаем, когда нога соперника впереди. Я просто делаю шаг внутрь, как сейчас, и выполняю бросок. В случае симметричной стойки, эта нога соперника находится впереди, и я начинаю применять Коучи Макикоме. Если его нога продолжает оставаться в том же месте, то я просто бросаю его Коучи Макикоме. Но когда он отшагивает, я делаю шаг внутрь, блокируя ногу соперника рукой. При отступлении соперника, когда он отшагивает назад, появляется некоторое пространство, позволяющее мне повернуть свое тело. Катагурума. Катагурума. В качестве дополнения к комбинации Япон Суэнаги с Коучи Макикоме. В данном случае, я просовываю свою голову под мышку соперника, и когда он пробует отступить, делая еще один шаг назад, я поджимаюсь к нему и выполняю бросок вот в этом направлении. Важный момент заключается в жестком контроле рукава соперника. Я делаю бросок, подшагнув ногой. Другой момент заключается в том, чтобы бросить соперника в сторону направления его взгляда. Несмотря на то, куда смотрит мое тело, я выполняю бросок в сторону его взгляда. И в этом случае бросаем только в сторону его взгляда. Другой момент. Другое сложение. Так, тут начинается. Так, тут началось. Другой момент. Другой момент. для меня техника значит то насколько легко я могу бросить соперника это значит что я выполняю действия с минимальным расходованием силы и энергии это и есть техника вы можете выполнять много силовых упражнений и такие упражнения безусловно дадут вам ощущение большой силы но техника означает как легко и без особых усилий бросать сильных соперников для меня это важный момент во владении этими техниками мое основное внимание направлено на контроль неудобных мне соперников и неблагоприятных ситуаций поскольку мне не нравилось что соперники могут схватить мой воротник я стал думать как бы я мог решить эту проблему в результате я смог научиться овладевать различными техниками когда я стал хорош в этих техниках соперники которые мне не нравились вдруг стали мне нравиться они стали теми с кем мне было легко разобраться на татами и тогда я стал их бросать и побеждать благодаря этому я сумел мастерски овладеть всеми этими техниками